Её приглашала на свои вечера Примадонна, а сама она хотела только одного – уйти в монастырь и спрятаться от этого мира шоу-бизнеса. Но даже батюшка велел ей идти на сцену и петь. Божественный голос и невероятная жизнь Ольги Кормухиной. Когда в 80-е на советской сцене оглушительно гремел рок, она не осталась стоять в сторонке. Но потом, на долгие годы, рок-дива Ольга Кормухина исчезла. Остался только её красивый и сильный голос на плёнках. Что же произошло с певицей? Почему она как будто спряталась от всех? Об этом очень личном она впервые расскажет сегодня. Мне поставили страшный диагноз. И, конечно, о самом главном для женщины – о большой, красивой и невероятной любви. Ольга! 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 У меня было два брака, так сказать, законных советских. И вот первый, единственный, я считаю, что единственный настоящий брак – это церковный брак наш с Алексеем. Недавно Ольга Кормухина громко вернулась на сцену. Она всё та же бунтарка, и, кажется, годы не способны её изменить. Ну, уже давно не курю, давно не стою, давно не одна. А рок-музыка по-прежнему звучит в её сердце. О её взрывном характере ходили легенды. Она всегда шла своим путём и никогда не боялась говорить правду в лицо. Ужас! Характер страшный. Ну, может быть, так и нужно. Очень тяжёлый характер, но классная певица, необыкновенная. Она барышня шумливая, ну, как все наши рок-нерольные барышни. Она с характером, под горячую руку не попадайся. Но чаще всего она говорит правду, поэтому с ней легче существовать. Она сухая выжимка из правды. И сейчас она готова откровенно рассказать о том, через что ей пришлось пройти в этой жизни. Я искала правды и любви. Она шла Бога из себя. В этом доме, в подмосковных Жаворонках, живёт её большая семья. Брат Андрей, его жена Ольга, тоже кормухина, и их восемь детей. Старшему Александру семнадцать, а младшему Андрею Андреевичу всего годик. Вот то, что меня окружают дети постоянно, и много детей, это большое тоже счастье и большой подарок. Это и её дети, которые всегда ждут и всегда ей рады. Для них она никакая не рок-дива, а просто тётя Оля, с которой и подурачиться можно, и научиться готовить. Куда столько много, Катя? Надо тоненько-тоненько, лишнего нельзя. Этот большой и уютный дом – их семейное гнездо. Гордость кормухина. Я сказал сразу – хочу деревянный дом. Родные стены лечат. Поэтому брёвна для строительства они привезли со своей малой родины, из Нижнего Новгорода, в котором прошло их детство. Ольга с ранних лет впитала любовь близких и жизненную энергию родной природы, которая позже проявилась в её характере. Почему я выбрала рок? Потому что это бунтарская музыка. Она принципиально не даёт человеку заснуть и застопориться на одном месте. Она заставляет двигаться. Это уникальная аудиозапись 80-го года. С этой перепетой буржуазной песни началось её восхождение на звёздный Олимп. И она стала главной в её жизни. Это была не просто трудная песня, а была не просто прекрасная песня. Это была духовная песня. Именно эта песня, я считаю, была вот тем благословением свыше на то, чем я занималась все эти годы. Ведь именно с ней она победила на своём первом музыкальном конкурсе. Здрасте. После этой победы предложения посыпались, как из рога изобилия. Но Ольга решила, что ещё очень мелко плавает, и ей многому нужно научиться. Но научиться петь эту, не нашу музыку, можно было только там, где её играли. В ресторане. В те годы попасть в центровой ресторан было сложнее, чем коллектив филармонии. Но её взяли. И снова Кормухина проявила свой характер. Она поставила условие, что не будет петь никаких мясоедовки. Только фирму. И запела. Да так, что слава о ней докатилась. До Москвы. В один из вечеров в тот самый ресторан наведался сам Олег Лунстрем. И увёз её в Москву. На нашей сцене певица из Москвы. Ольга Кормухина. Выступление на Юрмале 86 произвело фурор. А её сразу же окрестили русской Тиной Тёрнер. С тех пор слава идёт за ней по пятам. Она записывает новые песни и снимает клипы. Пела она роскошно. То есть не стыдно было перед интуристами, что у нас такое есть. Но наедине самой себе она всё чаще задаёт один и тот же вопрос. Зачем я тут? Мне казалось на тот момент, ну что можно там в 35-36 лет сделать? Уже такого. Уже вроде бы всё, что можно было достичь в профессии, всё уже сделано. Кормухина всё реже выезжает на гастроли. А песня «Ангел-хранитель», как оказалось, была чуть ли не пророческой. Её ангел-хранитель отвернулся от неё. Врачи поставили страшный диагноз – рак. Это вот как раз было, когда я выгнала мужа, когда я, можно сказать, ну так, я себя скорее вырезала из того мира, в котором я жила. К тому времени она уже робко ходила в церковь. Ведь неудачи в личной жизни, депрессия и страшная болезнь – всё это слишком много для одной, пусть и сильной, женщины. Мой братец мне сказал строго, сказал, пока ты держишь в руке хоть одну рюмку и хоть одну сигарету, даже не смей заикаться о Боге, особенно при других. Но, кажется, всё это только укрепило её веру. Я сразу чётко поняла, что врачам я не сдамся, а доверюсь только Богу. Раз это со мной случилось, это случилось не просто так, именно вот в этот момент. Она молилась целыми днями, пила травы и читала Библию. И случилось чудо. И когда через два месяца я пришла сдавать анализы, врачи обалдели, сказали, ничего нет. Она окончательно рвёт с мирской жизнью и отправляется на остров Зарит к святому старцу, отцу Николаю. Я шла к человеку, который был и, наверное, и остался по сей день для меня, выше всех царей, королей, всех самых сильных мира Сибо, потому что никто из них не мог сделать для меня того, что мог сделать он. Она решила служить Богу, но старец ей сказал возвращаться на сцену и предсказал скорое и счастливое замужество. С известным музыкантом и солистом группы Парк Горького Алексеем Беловым они поменчались в 99-м году в церкви, где Ольга пела в хоре на клиросе. На этих уникальных кадрах молодожёны в день свадьбы обращаются к самим себе в будущем. Вы слышите меня? Не ругайтесь, не обижайте друг друга. Будьте тоньше, понимайте друг друга, уступайте друг другу и храните любовь. И глядя на них сегодняшних, трудно поверить, что прошло уже 13 лет. Ты просто нужен мне, просто нужен мне. Эти кадры ещё никто не видел. Фильм «Колокол» – дипломная работа режиссёра Ольги Кормухиной. С исполнителем одной из главных ролей Иваном Охлобыстином и его семьёй Ольга и Алексей дружат уже много лет. Классно тут, да? И сегодня они нашли время заехать к старым друзьям. Тинь-тинь-тинь. Та-дам! К свету Божему тянетесь или пулю в башку! Ольга и сама хозяйка хлебосольная и в гости никогда с пустыми руками не приходит. Вот и на этот раз для хозяйки дома Ксении у неё особенный подарок, сделанный своими руками. Смотри, мой хендмейд, тебе на лето. У нас же беда, путного ничего скромного не купишь, православной женщине. Спасибо! За чашкой чая, а старые прожжённые рокеры Кормухина и Охлобыстин ничего крепче уже не пьют, они обсуждали бурную молодость, делились житейскими историями и вспоминали. Так работали над совместным фильмом. Ой, я умоляю вас, вот только не смешите, я и так смешная. Какой фильм? Не, ну всё равно, что это? Фильм, да. Ну вот правильно, почему у нас... Что, все ума заняты какие-то, нормальный фильм? В этом фильме рассказывается реальная история о том, как маленький мальчик собрал деньги на колокол для храма. Ну, на хорошее всё, на самом деле, она умеет поставить задачи, это самое главное. За годы её добровольного затворничества Ольга не прекращала заниматься музыкой, и в результате появились новые песни, в том числе и совместные с мужем. В 2005-м они записывают саундтрек фильма «Музыкальные войны», а заглавная тема фильма становится одним из главных сегодняшних хитов Ольги. А в начале этого года она впервые за последние 20 лет вышла на сцену с сольной программой. Ребята, алло, я кающая грешница, я не отличница, на меня не надо равняться. И я вас на чему научить не могу, но кто может научить, я вам могу подсказать и даже отвезти туда сумею. Сегодня Ольга Кормухина уверенно идёт дальше своей дорогой, ведь она нашла то, что так долго искала. Как бы я ни поступила, что бы со мной ни случилось, со мной рядом есть люди, которые будут на моей стороне в любом случае, они меня не перестанут любить ни за что. И это вот был про образ той божественной любви, которую я искала. Характер у меня, конечно, ого-го. И опять же, вот это преодоление самого себя, вот своего характера, это тоже одна из самых, наверное, больших побед. Это гораздо больше, чем победа на каких-то конкурсах, фестивалях. Это больше, чем самые продолжительные бурные аплодисменты. Потому что всё уйдёт, а вот это останется всегда с тобой. Субтитры создавал DimaTorzok